Всем привет, друзья и товарищи, с вами Рим, мы продолжаем читать рут Алисы Двачевской. Пока что у нас еще ничего особенного не произошло, мы в конце концов только начинаем, только на нее выходим, но я вспомнила, что, к сожалению, не все в прошлой серии мне удалось промотать, так как будет же еще поход, будет та самая сцена, где Саманта ужалит змея, и где она признается Семену в своих чувствах, и там придется ее отвергнуть, потому что мы же на сей раз не на ее рут выходим. Не очень-то хочется делать ей больно, бедной нашей хорошей девочке, но придется, придется, такие уж дела. Тут пионер нам что-то пытается втирать, какую-то свою очередную дичь, я уже даже вникать не хочу в то, что это такое. Ну, ладно, так, а здесь у нас что, дать ей покоя, мне бы зайти к Саманте на пару слов. Ну, мне кажется, тут не особо прям важно, какой вариант правильный. Лучше оставьте Саманту, она не в духе. Плохо, но я это поправлю, а ты марш к славе. А в чок к славе-то зачем? Пожалуйста, не заходите, дайте мне с ней поговорить сперва. Опять Семен? Ну почему у тебя вечно какие-то проблемы? В лагере нужно отдыхать, это ты ему говоришь? Та самая женщина, которая нагружала его работой постоянно. Я пытаюсь, но правда, так надо. Эх ты. Ладно, жду на пляже. Но с Самантой мы, естественно, уже по этому поводу разговаривали. Пришлось сказать ей правду о том, что в мире Семена она умрет. Казалось, Саманта не слишком-то этому поверила. У меня даже игра немножко подвисла на этом моменте. Оправдываться, не оправдываться. Но оправдываться, я думаю, мы не будем. Даже если она что-то не так поняла, неловко это обсуждать. И все, вот это вот ради одной строчки мы тут. Ой, божечки. А здесь-то что было? Господи, вот пропуск так быстро работает, что невозможно прочитать. Я просто уже не следила за текстом. Мне, блин, не нравится, когда выборы слишком часто идут. Но также мне не нравится, если выборы идут слишком редко. Ну то есть должна быть какая-то золотая середина. Здесь как-то все-таки изобилие. Вот чудо! Теперь, когда ты это так повернула, да, ты слишком податлив, издеваешься. Где-то можно посмотреть прочитанный текст? Или нигде нельзя? Что-то почему-то мне казалось, что можно было это сделать. Но вроде бы как... Вроде бы как нет. Давайте-ка на всякий случай я тогда перезайду. Вы уж простите, что опять приходится все мотать. Мне просто не хочется, чтобы теперь очки с Самантой перевесили очки с Алисой. Я уже отключила отображение переменных, но тем не менее. Так, дайте ей покоя. Подойти к Саманте. А если подозвать Саманту? Ладно, давайте уж подойдем. Не будем экспериментировать. Не оправдываться. Сейчас я сохранюсь. Вот. И погнали дальше. Сейчас поймем, что там Сэм в виду имела. Костюмы еще не готовы. Если без костюмов, конечно, из-за тебя. А, поможет с девушками. Тебе стыдно? Вот что она спрашивала. Нет, давайте скажем, что мне не стыдно. Каждая шутка высмеивает кого-то или что-то. Что же теперь, а не шутить совсем? Актуальная тема, кстати, в наше-то время. Но не каждая шутка обидна. Каждая. Ладно, слушай. Водитель подобрал на дороге женщину. Она ему говорит. За 300 баксов я сделаю все, что угодно. Откуда такие шуточки у 13-летней девочки, мне интересно? Ничего себе. Да это уже оскорбительно для любой феминистки. Мне кажется, все-таки не для любой. Тему феминизма тоже превратили, на самом деле, в не пойми что. Ну, ладно. Так, сейчас еще вспомню. Это вообще взрослая шутка. Лучше забудь ее немедленно. Но сперва скажи, чем кончилось. Гениально. То есть сначала расскажи мне всю эту шутку, а потом ее забудь. Сразу. Все. И больше никому не рассказывай. Покрась мой дом. Ладно, вот другая. Что-то не смешно, Саманта, извини. У нас и за меньшую сумму покрасят. Да ты слушай. Парень сидит дома, слышит стук в дверь. Открывает на улице никого, только улитка на крыльце. Он взял ее и закинул к соседу за забор. Прошел год. Парень опять слышит стук в дверь. Открывает та же улитка на крыльце. Улитка говорит, ну и какого хрена? Ругательство в конце. Без него не будет эффекта. Ладно, сейчас. Я так понимаю, улитка на самом деле должна была сказать What the fuck? Бесполезно. Трое попали на необитаемый остров. Когда уже почти умерли из голода, к берегу прибила бутылку с джинном. Первый загадывает желание. Эту я знаю. Третий загадывает ящик водки и всех обратно. Ужасный слушатель. Ну и? Суть шутки – злорадство над теми двумя. Ты придираешься. Пусть так, но есть же полно невинных детских шуток. Ребенку пальчик покажу, он засмеется. А смешная шутка должна быть злой. Не знаю. Можете написать в комментах, дорогие зрители, как вы считаете. Есть такие шутки, которые могут быть оскорбительными. Но есть шутки добрые какие-то. Во всяком случае, я на это надеюсь. Вот мы и на месте. А значит, можно снова включать пропуск. Диалог Алисы и Лены. Так, 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 так. Но нам не дают вмешаться на жуток. А вот здесь? Ой-ой-ой. А вот здесь нам придется вспоминать. Что нам надо делать-то? Давайте, а, насколько я помню, можно же было, там, например, ни яд не отсасывать, ни таскать Саманту на руках. Можно было просто поторопиться в лагерь. И все. Давайте тогда этот вариант и выберем. Надо доставить тебя в лагерь. Голова кружится. Ну, идти смогу, наверное. Погоди, лучше не беспокоить ногу. Носилки бы достать. Жди здесь, а я пойду за помощью. Нет, только не уходи. Мне страшно. Пожалуй, не стоит оставлять ее тут одну в темноте. Страх может быть похуже яда. А, тогда пошли, я тебя понесу. Ну, на сей раз давайте не будем ее нести. Обопрись на меня. Постарайся не беспокоить ногу. Легко сказать. Я подставил свое плечо для опоры, и мы потихоньку двинулись вперед. Как думаешь, что это была за змея? Гадюка какая-нибудь. Она очень опасна. Смотря какая, они в нашем случае не опасны. Но, насколько мы знаем, эта гадюка и правда была не особо-то опасна, поэтому давайте не будем пугать Сэм. Судя по размеру укуса, это какая-то мелкая. Такая и баллонку не свалит. Мы прошли еще пару сотен мучительных метров, пока Саманта в очередной раз не споткнулась. Давай отдохнем немного. Кажется, я потеряла шапку в том овраге. Пилотку? Ну что же ты, пошли теперь искать. Саманта улыбнулась, но только слегка. Болезненная сосредоточенность не отпускала. Завтра вернусь поищу. Не нужно. Все же нехорошо лагерные вещи терять. Вожатую подставим. Тебя она не уберегла, но хоть пилотка будет. Но она не лагерная, а моя. Из магазина. Магазинная тоже терять нельзя. У нас ведь частной собственности нету. Глядишь, из страны тебя теперь не выпустят, пока не найдешь. Я старался отвлечь Саманту этим разговором, но она уже вовсе не слушала. Как себя чувствуешь? Я все вспоминаю про твое предчувствие. Какое? Что я скоро умру. Ты что? Это не... Даже не думай об этом. Ты ведь сам все твердил. Как это важно. Все сходится. Нет, не так. Такого быть не должно. Если подумать, то и лагеря быть не должно. А раз он есть, то кто знает. А если судьба и тут берет свое? Зря я тебе не верила. Это мне наказание. Но тебе же не так плохо. Очень плохо, если честно. И нога опухла. Я побегу в лагерь. Нет, не уходи. Я не дождусь. Помню, что мы это тоже все читали, но... Ну ладно, уж не буду пока на пропуск нажимать. Тогда я тебя понесу. Давай-ка... А этот прекрасный арт нам все-таки покажет. Эта ножа показалась мне даже легкой. Так, не переживай, скоро будем в лагере. Какао пить, закусывая шоколадом. Я прошел достаточно далеко, пока силы меня не оставили. Пришлось устроить очередной привал. Что-то мне кажется, я наоборот выбрала не то. Что надо было. Потому что, мне кажется, мы сейчас как раз идем вот именно на этот выбор, где Саманта признается Семену в любви. Саманта говорила уже совсем тихо. Я думаю, ты должен знать. Блин, да, ребят, знаете что? Я выбрала не то. Давайте вернемся. Простите меня за все эти перемотки бесконечные. Но давайте мы все-таки вернемся. И на сей раз попробуем успокоиться. Так, это мы читали все тоже. Нужно наложить жгут, нужно отсосать яд. Ну, по идее, да. Так, и не будем делать это слишком долго, чтобы не смутить Саманту. Давай, теперь то, что тогда пошли, я тебя понесу. На всякий случай. А то мало ли что. Тогда пошли. Так, смотря какая, они в нашем случае не опасны. Так, это, видимо, Семен спрашивает, как она себя чувствует. Бывало и получше. Но ты не волнуйся. Как тут не волноваться, я и не волнуюсь. Ну, последний выбор уж слишком жестоким кажется. Но давайте попробуем. Чего волноваться? Неприятно, конечно, но тебе ничего не грозит. Ты так уверен? Значит, это мне с перепугу так плохо. Ой, что-то Семен тут совсем как мудак. Разговаривает. Ну, как-то так. Ладно, тогда пошли дальше. И мы снова двинулись навстречу темноте, поджидающим в ней острым сучьям, хлещущим веткам и кусачим корягам. Кажется, мы с тобой. Да. Попали в приключения. Поздравляю. И как тебе? Так себе. Успокаивает только твои слова, что я умру в аварии. Так что, если на нас не упадет самолет, очень смешно. А мне не очень. Ну, как тебе помочь? Просто будь рядом и дальше. Наконец, мы вышли на опушку. Впереди показались редкие огоньки совенка. Да, пускай Семен повел себя не очень хорошо, но все-таки мы увидели немножко другую развилку происходящего. Ну что, спасены? И даже совсем не отклонились. Прямо к лагерю вышли. Видишь, а ты боялся. Я? Ну ладно. Спихивает теперь на Семена все. Похоже, остальные еще не вернулись. Может, нас ищут? Не так долго мы и плутали. А медпункт-то закрыт. Что же делать? Ничего. Зачем нам медпункт без медсестры? Прилечь я и у себя могу. Блин, а если... А если сейчас окажется, что... Это была какая-то... Плохая змея. Ядовитая змея. Сильно ядовитая. И как бы все. И Семену вылетит от Ольги Дмитриевны. Лучше даже не думать. Тогда отведу тебя и пойду за медсестрой. Только давай домик Лены проверим сначала. Вернулась или нет? Ладно. Я к ней загляну. А тебе покой нужен. Да тут всего пару домов пройти. Я с тобой. По правде, мне очень-то хочется с ней встречаться. Я могу сама к ней зайти. Нет уж. Я зайду. Мы подошли к домику Лены. Свет не горел, но дверь оказалась чуть приоткрытой. На стук никто не отозвался. Войдем? И что дальше? Будем рыться в ее вещах, читать дневник? Хватит шпионажа на этот вечер. Откуда ты знаешь, что Лена ведет дневник? Мне интересно. Я захлопнул дверь. Казалось, Саманта рассчитывала на другой ответ, но в итоге растерянно кивнула. Я только посмотреть, нет ли ее там. Ну там Мику, может быть, они же соседки. А если и так? Давай оставим ее в покое. Тебе бы о себе подумать. А, Ленка здесь. Какая порядочность? И откуда она появилась? Ну вот сейчас застукала бы взломщиков. Саманту змея укусила. Серьезно? Лицо Лены выразило неподдельную озабоченность. Она осмотрела укушенную ногу. Да что же ты рассказываешь? Семен, ей в медпункт надо. Он закрыт. Идемте, я открою. Что теперь? Думаешь, укус опасен? Не для жизни, но нужно лечение, иначе симптомы долго не пройдут. И в чем лечение заключается? Сами ничего не делайте. Попите и принеси, разве что. А я схожу за медсестрой. То есть, в принципе, все идет так же, как и шло при других обстоятельствах. Такая самоотверженность Лены меня немало удивила. Я вышел вслед за ней. Вот это, видимо, очередная развилочка на Рут с Ленкой. Наверное, сейчас выбор какой-то будет. Спасибо. И прости, что в лесу так получилось. А зачем вы за мной полезли? Решили следить до конца? Саманта боялась, что ты заблудишься. Еще и змея эта, шумудриться надо. Ты ее видел? Нет, совсем темно было. Поэтому так и вышло. Тогда с чего решили, что это змея? А кто еще? Может, это была я? Так вы подумали. Нет, ты не змея. Такого комплимента мне еще не делали. А кто же я? А кто она? Кто-то вроде ежика, может быть. Хотел бы я узнать. Я пошла. Ладно, узнаем когда-нибудь в другой жизни. А, пропуск по-прежнему не работает. Придется нам это читать. Как у нас дела? А, это вы, доктор. Голова болит. И нога вся. Ты укушена, тебе больно. Ты хочешь поговорить об этом? Как на приеме психотерапевта какого-нибудь. Вам плохо. У вас случилась такая-то трагедия в жизни. Хотите это обсудить? Нет, я хочу выздороветь. Осознание проблемы, путь к решению. Я так паршива, а ты издеваешься. Хотел бы помочь, но Лена сказала самим ничего не делать. От тебя кусал кто-нибудь, кроме комаров? Осы. Расскажи. Да что там. Ну вот помню, что когда я был маленьким, то не боялся ос. А отец очень боялся. И всегда звал меня или маму, чтобы мы их убивали. Но так продолжалось ровно до того, пока меня самого не ужалили. После этого мы оба стали звать маму. Меня в детстве когда-то оса ужалила. Или оса, или пчела. Не помню. За ухо. О, крику было. Ос боишься, значит. А еще чего? Довольно-таки всего. Как это? Знаешь эти длинные списки фобий, которые вроде как должны быть смешными? Ага, типа там всякие никтофобии, еще какие-нибудь клаустрофобии, агорофобии и иже с ними. Что за списки такие? Это как боязнь игрушечных машинок? Ну да. Вот по мне так можно увидеть смысл почти в каждой. Ну и чего бояться машинок этих? Какой смысл? Ну, действительно, нам, тем, кто не боится, нам и кажется, что смысла в этом никакого нет. Ну а другим людям, которые боятся, то есть в этом и так нет смысла. Страх, он не рационален абсолютно. У каждого он свой. И объяснить его логически, ну, бывает очень сложно. Ну, мало ли там из детства, действительно, из детства какое-нибудь впечатление. Но бывает, что и нет. Хотя, по-моему, в большинстве случаев все-таки все из детства идет. Я с детства вот пауков боюсь и так посиди. Какой-нибудь найдется. Например, наступишь на нее и проколешь ногу. А, молчи об этом теперь! Но ведь каждая фобия, это как отдельная болезнь. Не знаю. Ну, вылечишь ты фобию. Каждый взрослый человек все равно боится чего-то, если он не идиот. Кто-то боится фломастеров. Актуально. Для ТГР. Кто-то боится фломастеров. Особенно после игры в 100% апельсиновый сок. Или после греблинов, когда он там просто раз... Кхм. На нас всех, да. Фломастерофобия может развиться. Кто-то боится смерти. Кому живется лучше? Тому, кого не отправят в психушку. Как радикально. А если человек боится только попасть в психушку? Как с ним быть? Психушку его! Замкнутый круг какой-то. А если боится не попасть? А? 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 Черт, я не знаю. Я с вами сама попаду. Ладно. Отдыхай. Медсестра скоро придет. Тебе нужно питье. Я принесу чего-нибудь. Не уходи. Я требую внимания. Но Лена велела тебя поить. И тут нам можно немножечко промотать, насколько я знаю. Проводку спрашивает. Нет, давайте-ка будем категоричны на сей раз. От меня ничего не получишь, алкоголичка маленькая. Ну, доктор, у меня такой стресс. Эти русские меня таскают по лесам, кусают змеями, пугают по-всякому. Ремня тебе оздоровительного пропишу. Ту. Ничего не нашел попить, еще остались ящики. Блин, мне нравится эта серия. Такой поворот событий, он прям более веселый, чем был изначально. О, кстати, Алиска пришла. Справиться насчет Саманты. Так, и тут я внезапно вспоминаю, что есть еще DLC Тысяча Страхов. По-моему, в этом моде есть не только Тысяча Страхов, есть еще какое-то DLC. И я вроде как хотела их пройти, но что-то потом подумала, что... Вроде они слишком упороты, и мне их проходить расхотелось. Короче, я еще об этом подумаю. Время есть. Давайте сразу будем переходить в шестой день. Насколько я помню, читала я альтернативные стихи. Пускай так дальше и будет. Но мы прекрасно помним, что в этот день будет происходить. Мы ставим пьесу, и весь этот день будет в стихах. Выборы здесь, конечно, будут тоже, и нам на них придется обращать особое внимание, потому что Алисе придется подсказывать слова на сцене. Так, давай... А, Саманта просит нас, типа, по-настоящему поцеловаться на сцене, не просто изображать. Нет, давай мы не будем. Но все равно от ее поцелуя нам никуда не убежать. Это по-любому. Так, ой, что он там сказал? Я пропустила строчку и по привычке прокрутила. Что-то там. Опомнись, Сэм, ты слишком молода, по-моему. Додумались они как? Нет стыда. Как скажешь. Наверное, пора явиться к Жене? Наверное. Вот Алиса, вот Мику, вот Ульянка. Ой, и Толик приперся. Да, он же тоже играет. Заступиться за Славю. О, тот самый легендарный конфликт Слави и Алисы. Давай-ка на сей раз вмешиваться... А, мы, по-моему, и в тот раз тоже не вмешивались. Не будем. Так, довольна, замолчи, стыда не знаешь, та-та-та-та. Да, и в итоге кто-то кого-то на сцене чуть не убил. Ой, да мне без разницы, честно говоря. Ну, давай первое наденем. Мой голос платью первому уходит. Оно под цвет твоих очей подходит. Они непревзойденные оба, право. Однако лишь одно могу носить. Надену то Семену, что понравилось. Да, все отлично, прекрасно. А прости ее, ей тоже нелегко. Это про Алису, да? Прости ее. Волнуется. Играет в первый раз. И потому хамит всем, не пойдет. Алиса не права, она поймет. Терпела раньше, вот терпи и впредь. До вечера осталось потерпеть. Семен ждет в нетерпении ужасном увидеть тебя мальчиком одетый. А, это было. Это было. Ладно. А, Славя. Сдаемся. А, приболела, обиделась. Ну вот скажите на милости, что тут выбирать? Ну, дайте скажем, что обиделась. А, библиотека или пляж? Библиотека или пляж? Как интересно. А, или в домике остаться. По-моему, я же выбирала тут какой-то вариант. И в итоге у нас была смешная сценка с Алисой. По-моему, все-таки пляж. На пляже было весело всегда. Чего бы не наведаться туда? Ага, походу я не прогадала. И все очень верно угадала. Но это мы читали на самом деле. Да-да-да, когда Алиска решила напялить на себя форму. А, ну точнее, ей нужна была форма для того, чтобы сыграть Тибальта. Мужская форма. Поэтому она решила припереться к нам в домик. А тут, а что тут было? Ну-ка, давайте вспомним. В делах любовных ты не чемпион. Добыча у тебя в руках, Семен. Она не будет больше так доступна. Такие шансы выпускать преступно. Короче, у Семена пошли нехорошие мысли. Но, насколько я помню, все-таки между ними ничего не случилось. О, новый текст. Я вижу, полюбился наш лежак. У моего крыльца нет, как-никак. Мешаю здесь я сидя. Извини. Конечно, нет. Коль хочешь, тут живи. Вас видела с Алисой. Вот дела. Так Ольгу ты нарочно увела? Нет, не благодари меня, Том. Из-за меня ловушкой устал дом. А, из-за меня ловушкой устал дом. В конце концов, я не желала зла и сделала то, что была должна. Наверное, обидел я Саманту. И стал зато на время арестантом. Ммм. То есть, это она их закрыла в домике, что ли? Или... Или что? Или я неправильно поняла. Надеюсь, ты прекрасно поняла. Там нечему смущать твое внимание. Хоть вызвать ситуацию могла... Твое большое недопонимание. Забудем. А теперь куда собрался? Алисин текст так в доме и остался. Закончим приключение вместе спешно. Коль скоро не мешаю, то конечно. А, и мы что, еще пойдем текст Алисе в домик относить? Похоже, никого опять нет дома. Или дверь решила мне не открывать. Пожалуйста, давай не будем снова. Кого-либо так сходу обвинять. Чтоб стоило чего-то приключение, блесни хотя бы умозаключением. Ну, как это? Погода хороша? Освоила сарказм моя душа? Кхм. Ну ладно, признаюсь уже. Я дома. Шептаться надо бы потише грома. Явились отношения выяснять? Хм, вовсе нет. Вот, текст тебе отдать. А, текст. Вот это глупо получилось. Ко мне тогда зайдете, раз явились? О, классный домик. Только где Ульяна? Да где-нибудь опять буянит Рьяна. А это что? Любимая открытка. Это ж злобный Советский Союз получается, потому что там серп и молот. Но, короче, ладно. Смешно, Алис. Хорошая попытка. О чем ты? Так ведь это не она. Ульянка. Вот малая сатана. Вот, честно, небольшая важность. Чье? Предупредил бы, спрятали бы ее. К тебе не набивались мы, поверь мне. А в чем прикол, если Ульянка с Самантой уже помирились? Я не понимаю. Что такого? Зачем опять какую-то фигню непонятную делать? Ну, без Саманты терся б ты у двери. Не время для гостей, ребят, наверное. Да и дела имеются вокруг. Не буду вам надоедать чрезмерно, чтоб не травить товарищеский дух. Вы отточить спешите мастерство. До пьесы времени чуть-чуть всего. Куда? Из-за открытки все проклятой. Что? Сэм из-за открыток истерить? Ушла же и смотрелась мрачновато. Ушла, чтоб дать нам роли поучить. Оставила вдвоем нас, не пойму. Ты подоплеки не ищи тому. Не знаю, что тебя так в этом гложет. Сама она с тобой читать не может. Чего ты взял, что я с тобой хотела? А остаться, уйти. Конечно, останемся. Ну, ладно. Раз пришел, давай за дело. На текст как будто в первый раз глядела. Назад-вперед растерянно листала. Акт первый. Сцена пятая. Сначала. Назнаем я. Нашла уж, что хотела. Мне показалось голосом Монтекки. Мальчишка-шпагу. Этот негодяй осмелился пробраться к нам под маской в насмешку над семейным торжеством. Мой дорогой, зачем ты поднял крик? У нас Монтекки. Монтекки, как он к нам проник? Иначе получилось бы не гоже. Могло. Мальчишка. 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 Едва ли знаешь ты, как дорог мне. Ну и понятно, подрались те двое, друг друга убивали, все такое. И можем мы на этом, стало быть, на ужин с чистой совестью отбыть. Хм, забавная была сценочка. Так, и сразу же возле столовой на нас накидывается Славя. В смысле выдать Славю, не выдавать. А давайте выдадим, по-моему, в прошлый раз мы тоже так сделали. Славяна замышляет злодеяние. Да-да-да, что-то такое было. Ну давайте мне уже спектакль, уже прям не терпится увидеть. Вот, кстати, платьишко. Да, в тот раз мы красное на нее надевали, теперь сиреневое. По-моему, все-таки оно на ней лучше смотрится. Так, бояться нечего. Тебе бояться нечего совсем. И с фразами не может быть проблем. Забыла реплику? Не вспоминай. Читай другую или пропускай. С чего взял, что забуду я слова? Я знаю роль как собственное имя. Хотя в руках держу себя едва. Со страхами не совладать другими. Не представляю, что тебя тревожит. Намек прозрачный мне понять поможет. Что говорить? Подробности опустим. Убить дай клятву, если ошибусь я. Ага, и тут мы типа дали эту клятву. Пионер пришел со злорастом. Ага, раз ты дал клятву, ты теперь ее исполнишь. Но как бы там ни было, спектакль все-таки начался. Ну, давайте промолчим. Я думаю, очков с Алисой у нас и так достаточно, чтобы этот выбор, в принципе, что-то испортил. И хватит уже гнать на славе. Потому что, по-моему, все-таки это была не она. Ах, где найти зловредного по весу? И времени в обрез. Играем пьесу. Подожди, а, пропуск работает. Тогда пардон. Мне показалось, тут Монтекки. Надеюсь, Лена дальше ей подскажет. Но пьесу все же игра такая смажет. Осмелился пробраться к нам под маской в насмешку над семейным торжеством. Мальчишка! А она все-таки забыла текст. Забыла, черт. А Лена не слыхать. Похоже, мне придется подсказать. А мальчишка шпагу. Мальчишка шпагу! Мой дорогой, зачем ты поднял крик? У нас Монтекки. Как он к нам проник? Как он к нам проник? Оставь его, вот мой тебе приказ. Уйти с вареньем, проглотивший кость? Смирением, победивший злость? Что ж, я уйду. Но ваш незваный гость, которого нельзя побеспокоить. Еще вам будет много крови стоить. Закончены Алисины мучения, но за грядущий скорый эпизод не меньше питаю опасения. Меня же рандеву с Джульетте ждет. Это я тоже все помню прекрасно. Целуем мы ее понарошку. Так, ну и возвращаемся за сцену. Алиска очень довольна, что мы ей подсказали. А ты неплохо мне там подсказал. Хоть я и так слова отлично знала. Воздать воровки надо б на теперь. О Славе слышал? Знаешь, что за зверь? Не будем с осуждением спешить. Да что ты! И кого тогда винить? Меня, быть может, обвиним мы спешно. Раз есть и репутация, конечно, наверное, Алиса виновата. Что, если не повинна в том, так в этом. А Славичка чистобела, как вата. Ты тоже с ней теперь поешь дуэтом? Нет, ты права, вдруг это кто-нибудь еще. Ну, давайте попробуем первый вариант на сей раз. Я на твоей, конечно, стороне. Да ладно, а вот это уже что-то. Хотя по жизни Славя на коне. Разоблачить злодейку должен кто-то. Какая ж лицемерка и подлиза. Найдем у Лики, будет экспертиза. Так, мне теперь назад на сцену нужно. Давай хоть доиграем пьесу дружно. Пока мест мы еще не провалились. Не делай ничего. Договорились? Расслабься, я не Славя, меру знаю. Но почему-то на сцене... А хотя, по-моему, это сама Славя придумала. Трюк. А, так, у вас открытый конфликт. А я не позволю, это выбор куда? К Славе или к Алисе? А фиг знает. Давайте второй вариант все-таки. Где Славя их нашла? А, вот. Ты спятила? Как можно так шутить? Вожатый пап... А, вожатый папа чуть не стал клиентом. Собрался я к медсестре, тебя тащит. Понес бы, не знаю, это мы тоже читали. Значит, так все и было. Ага, а теперь Алиса приглашает нас к себе на вечеринку. Но мне кажется, все-таки Семену туда попасть не позволят. Кого я приведу, она спрашивает, да? Больше никого не нужно. Тогда и так, компания, что надо? Веселье я предвижу до упаду. Как штык я буду, то само собой. Штыки и сабли все сдаем на входе. Из драк возможен только мордобой. А от ножей сегодня я на взводе. То есть мы как будто бы договорились. Ну нет, конечно, Ольга Дмитриевна никуда нас не отпустит. А теперь, значит, Славя нам рассказывает о Пари. Что якобы они там все поставили на Семена, и кого он типа выберет, ты проиграла. Но это Семену все приснилось. И, наконец-то, спектакль заканчивается. А что, неплохо сыграно, Семен? Тебя после заката в гости ждем. Задумался. У сцены все сижу. И с планом действий не определиться. Не скучно ремесло, как погляжу. Махнуть, что ли, в театральное, в столицу? А, это ж мы тоже читали. Ольга Дмитриевна, ну неужели вы не видели, что это Саманта сама его поцеловала? Ну, зачем же обвинять? Так, поймите же, явиться я обязан. Я обещал, почти что клятвой связан. Смените чуть условия ареста. Семен, твои попытки бесполезны. Они меня лишь больше убеждают. Череда твоих поступков неуместных большую нам опасность представляет. А мне вовсе не к Саманте. Решили, что к Саманте я собрался. Но я в другом бы месте оказался. Иные я могу иметь дела. Подробностей не надо, поняла. Пока у нас Саманта, ты при ней. Не думать о свиданиях, не смей. И так сполна уж на тебе вины. Засим, твои дела отменены. А, то есть нормально. Ни с Самантой мне теперь видеться нельзя, ни с кем-то другим. Да еще и встречаться я ни с кем не могу, пока тружусь переводчиком на благо Родины и США. Мне одного тут с вами не хватало. С другой, чтобы она тебя застала. То не свидание, лишь поговорить. Нас не найдут, позвольте мне сходить. Нет, я за вами бегать не согласна. Сиди-ка дома, будет безопасно. Ох, упертая аж ты, мамзель. Весьма. Ах, моя любимая сценка. Придется Саманту в этот раз продинамить. Значит, нету такой связи. Проживем без нее? Дай подумать. Нет, кажется, ты мне больше не нравишься. Меня обуревает большое желание вернуться и дать Семену в морду за эти слова. Блин, я даже не знаю. Вот правда хочется переиграть. Но слишком уж он жестко. Шутка говорит. Или ладно, давайте уж оставим как есть. Типа, никто ничего не может поделать. Вот и я ничего не могу поделать. Я же не могу сказать, ты мне все равно нравишься. Так ведь? А это звучит получше. Да, лежать на траве в пяти метрах от лежака. Это что-то глупое. Нет, это здорово. Импульсивный порыв, свобода. Чего она тут еще ему говорит? Ну, по идее, сейчас они и будут смотреть на падающие звезды. А что они знают-то? Вот минус пропуска. Нельзя вспомнить, какой была предыдущая строчка. А тут действительно нигде нельзя прочитать предыдущий текст. Что-то мне казалось, что где-то можно. Так эгоистично с моей стороны. Прости, пожалуйста. Не извиняйся, я-то уж точно не в обиде. Но вот что люди подумают? Может тебе навредить? Но в итоге я-то свободна. Это ты наказан. А у тебя в лагере много дел. Свинью вот тебе подложила. Ничего такого. Только вот... До сих пор с трудом верится, если честно. И зачем ты это? Не отвечай. Забудь. Такое чувство, что нам все равно суждено быть друзьями. Что бы ни случилось. Да, нам все равно суждено быть друзьями. Потому что без этого на чужой рут никак не вырулить. И там я подумала... Да почему нет? Было такое чувство, будто я посреди чего-то очень важного. И должна сделать что-то. Так глупо звучит. Зачем я вообще объясняю? Я понимаю. Я бы сказала, это чувство и не покидает меня в лагере. Я тут сам не свой. А как будто другой человек все время. В моем мире мне никогда не заговорить с девочкой твоего возраста. Это стыдно само по себе. Знаю. Почему же так? Вот мы отлично общаемся. Правила современного общества. Да, такая дружба часто приводит к тому, о чем они думают. Но не потому лишь, что они думают об этом. Может, дело не в правилах? Может, это мы исключение? Или это со мной что-то не так? Если я не... Это просто я, дурачок? Ну, может быть, это правда. Где же та грань между дурачком и совра... Эй, о чем мы тут говорим? Ты дитя еще. А ты совсем нет? Ладно, дедуля. Совратитель тоже мне нашелся. Альфа-самец. Вряд ли тебе пойдет на пользу это время со мной. Какая разница? То есть, почему не на пользу? Чего плохого? Будь я твоим отцом, мне бы такая дружба не понравилась. Я бы тебе запретил. Значит, ты бы не позволил мне играть в пьесе. Или даже приехать сюда. Да, диалог совсем другой пошел, смотрите. Вот именно. Как жестоко. Тебе не понравилась наша пьеса? Понравилась, конечно. Ты была прекрасна. Но я ошиблась разок. Похоже, теперь ты должен меня убить. И все же временами она несносна. К чему опять эта тема? Издевается, не иначе. Только если подубить, ты подразумеваешь стукнуть. Или чмокнуть. Саманта хихикнула. Конечно, никто не собирается притворять эти предложения в жизнь. Смотри, там комета. Да это настоящая падающая звезда. Нужно загадать желание. Загадаю. Но это все равно была комета. Не уверен, что можно что-то загадывать на кометы и прочую чепуху. Сперва признай, что это была звезда. А иначе желание не исполнится? Разумеется, нет. Как жаль. Я ведь кое-чего для тебя пожелала. Чтобы ты подучил астрономию. Моя подруга опять смеялась. Почему просто не наслаждаться звездами, как все люди? Это как же, например? Ну, что люди говорят обычно про звезды? Вот что, если прямо сейчас какие-то существа где-то там, далеко, так же смотрят на нас оттуда? Те трое бородачей с космической станции? Да ладно тебе. Неужели не нравятся звезды? Обожаю эти светящиеся газовые сферы, удерживаемые силами собственной гравитации. Хрена себе она знает для 13-летней девочки. Я вижу. Что не так? Или я должна была сказать, что они красивенькие? Ну уж, с этим-то ты не будешь спорить. Зачем же? Я ведь правда люблю звезды. У меня телескоп дома есть. И большой звездный атлас. Не помню, а настоящая Саманта увлекалась вообще астрономией? ХЗ. Ладно, ты неплохо разбираешься в теме. Но ты знаешь самую грустную вещь о звездах? Я знаю. Если это он об этом. Нет. Просвети меня. Многие из них уже давно мертвы. Потухли сотни и тысячи лет назад. И остался от них только свет. Исключено. Почему? Каждая отдельная звезда, что ты сейчас разглядишь, всего в нескольких световых годах от нас. Они не настолько далеко. Иди домой. Почему? С тобой невозможно говорить о звездах. Действительно, никакой романтики в этом руте. Да ладно. Прогоняешь меня за правду? Нет. Но серьезно, уже холодает. Наверное. Но ведь все нормально у нас. Ну, конечно. Ладно. Увидимся завтра тогда. Я надеюсь. Спокойной ночи. Постой. Что? Не нормально? У нас все просто отлично. Так ведь? Спокойной ночи. Саманта едва не сбила меня с ног во внезапном порыве обняться. Я даже смутиться как следует не успел. Я-то думала, будет здесь та же самая сцена с злой Ольгой Дмитриевной или нет. Но, видимо, будет. Ну да. Взяла и испортила такой момент хороший. Ну что ж, теперь я думаю, в смысле пропуск не работает. Не пугайте меня так. Ну, я так понимаю, что дальше все пойдет по накатанной. С одной стороны, Саманту увезли. С другой стороны, она все равно вернется сюда. Рано или поздно. Так. Прошлый раз, по-моему, я помогала все-таки Алисе найти Ульянку. И пока мы ее искали, я наткнулась на Алену. Кажется, это было так. Ну что ж, давайте помотаем еще. Нет, не помотаем. Внезапно новый текст у нас. Это хорошо. А что хорошего, скажите на милость? Я вот, я не знаю. А ты-то почему не явился? Да вот, вожатая была не в себе. А, это про вечеринку у Алисы в домике. И что? Как будто что-то новое. Вообще запретила выходить. Очень злая была. И я еще не прощен, наверное. На чего гуляешь тогда? Так вожатой нет, уехала. Саманту в город отвозить. Еще не слышала? Неа. А зачем им в город? Странно это. Сегодня что, весь лагерь проспал? Ну? А, да все, домой едет. Серьезно? А что так рано? Да глупость. Я ночью все-таки выбрался. И случайно Саманту встретил. А Ольга увидела, решила, что у нас какое-то свидание. Ты что-то молчаешь. Ну, ты тоже не очень откровенно прославит. Это наше с ней дело. А из-за твоих делишек Саманту прогнали. Так уж неудачно совпало. Я не виноват. Серьезно? Вот не виноваты все тут. Я... Ладно, не надо. Не время трепаться. У нас еще дело есть. Хорошо. Где искать будем? Разделимся. Я беру на себя пляж. Еще бы. И стадион. А ты проверь ту часть лагеря. Северную. Ясно. А как искать-то? У кого спрашивать? У нее есть тут друзья, подружки? Да полный лагерь. А как искать без понятия? Импровизируй. Все. Я пошла. Удачи. Как назло, лагерь наш словно вымер. Но, тем не менее, кто-то тут все-таки есть. Опуститься в размышления, окликнуть ее. Ну, давайте окликнем, господи. Алена. Они греются на солнышке. И можем мотать дальше. По-моему, в прошлый раз мы тоже ее окликнули. Так, пришла Алиса. Нашла Ульяну. А дальше? А дальше-то у нас что? Ой, а дальше... А дальше все, я походу пропустила. Пуститься в рассуждение без комментариев. А в рассуждение по поводу чего? По поводу того, что Саманта уехала? Ну, давайте попробуем так. Конечно, мне не наплевать. Совсем наоборот. Мне очень тревожно за Саманту. По тебе не скажешь. Так теперь уж ничего не сделать. Это какой-то тупик. Поэтому я невольно пытаюсь забыть об этом, наверное. По-моему, мы все-таки этот выбор и делали. И отлично получается, а? Гуляешь себе, сославшись на дела. Ну, а что, мне в петлю лезть? Может, и полезу. Но не раньше, чем узнаю, как все это кончится. Уже скоро. Ерунду умелишь какую-то. Просто скажи, что ты по ней скучаешь. Что такого? Ну, или что не скучаешь. Скучать. Да лишь бы с ней все в порядке было. Это все перевесит. Но если нет, то это просто нечестно. Я не готов к такому. И не хочу об этом думать сейчас, когда уже ничего не решаю. Да о чем ты? Что может быть не в порядке? Назови это дурным предчувствием. Предчувствие и все. Мне этого достаточно. То есть ты решил, что быть в какой-то беде. И поэтому что? Будешь делать вид, что Саманты и не было? Может, и буду. Ты не представляешь, как много на кону. Если я погружусь в этот кошмар, то сразу с головой. У тебя ко всем в лагере такой подход? Сидишь и выбираешь, как к кому относиться. Кого любить, кого забыть. Ну, по сути, да. У меня, как у игрока, именно такой подход. Я же не робот. А, значит, это только Саманте так не повезло. И что ты на меня вдруг насела? Вы мало общались. С каких пор она тебя волновать стала? И правда, какое ей дело? Хочет побольше выведать о наших отношениях? Зачем? Не знаю. Просто она уехала. И все теперь. Навсегда. Ну да. Конец смены – это всегда разлука. А как же? И со многими навсегда. Если не со всеми. Это верно. Но осознавать, что вот этого человека ты точно больше не увидишь? А вдруг? Исключено. Но тут внезапно появляется Саманта и говорит. Привет, ребят. Не против, если я присяду? И давайте-ка на этом моменте мы с вами серию закончим. В общем, все у нас просто отлично. Все просто замечательно. Но особо ничего такого нового мы не увидели. Разве что чуть теснее сблизились с Алисой. Помогли ей со сценарием и всем таким прочим. Ну а в целом же все идет, как и шло. Правда, диалог с Самантой тоже очень сильно изменился. Прямо разительно изменился. Но я бы не сказала, что он был хуже или лучше того предыдущего. В общем, ладно. Продолжать клеить Алису мы с вами будем уже в следующих сериях. А пока что я скажу вам спасибо за то, что смотрели. И скоро увидимся.